Недорогая классная Bluetooth колонка, не ожидал такого за такую цену. Привет с вами Ликит, хорошего вам настроения. Кто смотрел мою недавнюю распаковку, тот наверняка помнит вот эту зеленую колонку от фирмы Экобазео, или как-то так она называется. Кстати, вообще делается она вроде как на одном из заводов Huawei, но не суть. А суть в том, что эта колонка стоит до 2000 рублей, то есть где-то в районе 26 долларов. И вот как раз таки давайте посмотрим и послушаем, что она из себя представляет. Комплектация очень простая, и в то же время я в первый раз вижу такой шнур-разветвитель с microUSB на USB 2.0 для зарядки аккумулятора и на джек 3.5 для подключения к какому-нибудь проигрывателю. Еще в комплекте вот такой вот металлический карабинчик, а на колонке есть такая плотная резиновая петелька, позволяющая вот так вот прицеплять ее к чему угодно. Ну куда-нибудь на ремень, на рюкзак, ну вы поняли. На удивление, за такую цену колонка выполнена очень качественно. Здесь стоят два драйвера на 2,3 ватт. Со стороны лейбла располагается вот такая вот мощная пассивочка. Именно отсюда в основном выходят низкие частоты. Вся эта сеточка полностью металлическая, вот так вот красиво прокрашена. Ну а торцы выполнены из удара прочного софт-тач, такого прорезиненного пластика. Заряжается аккумулятор от 5 вольт 0,5 ампер. Ну а сам аккумулятор работает от 3,7 вольт с емкостью 1800 мАч. Первое слева это отверстие весьма чувствительного микрофона. Колонка поддерживает полноценную двухстороннюю связь и голосовой ассист. Рядом с ним светодиодный индикатор и кнопка включения и переключения режимов. Первый режим это блютуз соединения. Второй режим это воспроизведение звука с SD карты памяти. И третий режим это режим радио. Радиоволны переключаются при помощи плюса и минуса. Удержанием кнопки колонка выключается или включается. Плюс-минус отвечает за громкости переключения вперед-назад. Кнопка с трубкой это вызов либо ответ на звонок и голосовой ассист. И что еще раз подчеркивает, что эта колонка походная, в ней есть фонарик. Естественно работает он только при включенной колонке, он достаточно яркий. Второе нажатие на кнопку фонарика включает вот такой вот стробоскоп, который несет в себе больше сигнальный эффект. Под транспортировочной пленкой находится силиконовое кольцо, которое обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Тут же снизу находится герметичный лючок, под которым отверстие Reset, то есть сброс до заводских настроек. Слот под microSD карту памяти, объем он до 16 гигабайт. И microUSB разъем для зарядки аккумулятора. Напоминаю, аккумулятор здесь на 1500 мАч, заряда которого хватает на 10 часов бесперерывного прослушивания музыки и 200 часов в режиме ожидания. Пиковая мощность колонки 25 Вт, с диапазоном частот от 2 Гц до 20 кГц. Колонка легкая, весит всего 372 грамма. Пылевлагозащита IPX5, то есть ее можно спокойно слушать под дождем. Дальность связи с подключенным устройством по Bluetooth 10 метров. Кстати, колонка заряжается от 0 до 100 где-то за 3,5 часа. Высота 180 мм, диаметр 63 мм. Бывает в трех цветовых решениях. В черном, красном и зеленом, как выбрал я. Мы самое главное, давайте послушаем, как она звучит. Удержим кнопочку Power. Bluetooth melt. Громко достаточно. Мигает синяя лампочка. Вот здесь вот LED написано, вот она мелькает, значит идет поиск Bluetooth. Давайте подключим ее. Не сразу понял, значок колонки почему-то отображается как наушники и называется она T2. За то, что хорошо отображается уровень заряда аккумулятора. Это удобно. Все, подключились. В принципе, подключение простое. Тут же нашлось. Друзья, ну и надеюсь, вы понимаете, что передать вам, как звучит эта колонка, мне просто при всем моем желании, просто технически невозможно. Даже при помощи какой-то бинарной головы или при помощи специальной звукозаписывающей техники, это в принципе невозможно. Так как вы это все будете слушать через динамики ваших смартфонов, через ваши наушники. А наушники бывают разные. Могут быть наушники там за 150 рублей, могут быть там за 50 тысяч рублей. Кто-то вообще можно слушать через динамик своего телевизора, через колонки компьютера, через планшет, через ноутбук. В общем, все это звучание будет сильно отличаться, тем более отличаться от реального. Поэтому в таких обзорах зрителю стоит полагаться только на эмоциональную реакцию автора, на его объективное мнение, на его личную позицию по поводу звука этой колонки. Что ж, давайте наконец послушаем, как она звучит. Микрофон немножко выше подниму, чтобы как бы звук доходил отсюда. Вот так вот подвешу. Вот, включаю треки, на которых я обычно прослушаю колонки. Чистый звук. Максимум звук. Чистый прям звук. Я не скажу, что она громко, но сейчас, конечно, развязочку. Звук хороший. Звук прям чистенький, прям приятный. Ну, именно на этом треке. И низкие частоты слышны, вот этих тун-тун-тун. Ну, такие вот, чувствуется, пассивочка немножко даже дает вот вибрацию. И звук вообще такой, ну, стерео, хорошая ходит, но звук, конечно, не очень громкий. Прям вот нет такого, как в мощных колонках. Такой тихий, но четкий звук прям. Ну-ка, давайте-ка треки посложнее уже такие, которые многие колонки захлебываются. Справляется, прикольно. Здесь все собралось. Пассивочка работает. Оп, фонарик. Блин, прикольно. На самом деле колонка справляется с этой музыкой. Единственное, что она не очень громкая. Ну, это вообще естественно, тем более, что у меня ощущение еще от прошлого, недавнего обзора от колонок, которые там 40-60 ватт, это, конечно, послабее. При этом, вот звук у него очень хороший. Он прям чистенький. И он не захлебывается, когда включаются и тарелки, и ритм-гитара, и соло-гитара. Ну, сейчас мы послушаем еще на соло-гитаре. Ну, вот. Ну, пока что звук хороший. Просто ее нельзя назвать очень громкой. Вот так вот по улице ходить с компанией, чтобы включить на фоне самое то. Ну, вот я пока такого мнения. Давайте дальше послушаем. Что-нибудь посложнее, может быть. Блин, да. Молодец, вообще. Прикольно. Вот эта композиция громче играла. Прям как будто в два раза. И, в принципе, звуков вполне хватало. Так что, в принципе, ребятки, я не могу назвать ее тихой. Вот вообще никак. Этот трек звучал достаточно громко. И даже придется убавлять звук, чтобы, ну, общаться в компании, если будет она на фоне играть. Такая молодежная колонка, которая кайфово носить с собой. Она не сильно тяжелая. Металлическая сетка. Здесь все soft-touch такая, ну, даже можно сказать, прорезинная. Немножко прогибается. Такая удара прочная. Блин, прикольно. Мне нравится. Вот именно как походный вариант куда-то с собой прицепить. На велосипеде кататься. К раме, там, на рулью повесить. Блин, да нормально. Вообще нормально. За эту цену вообще бомбически. Давайте. Причем треки достаточно сложно воспринимать. Эта музыка была очень насыщенной. Многие колонки начинают немножко так, извиняюсь за выражение, подпердывать на низких частотах, когда музыка становится насыщенной. Здесь очень сбалансирована амплитуда высоких, средних, низких частот. Ничего не вырывается. То есть, вот прям по балансировке звука прям чистая пятерка. Я не могу ее назвать очень громкой, но громкости звука вполне достаточно. Но если вы, конечно, хотите громкую музыку слушать, да именно громко, то, естественно, нужно заплатить побольше, получить колонку побольше, помощнее. Но тогда это будет совсем другой эффект и немножко для других целей. Короче, друзья, это от трека, на самом деле, зависит. Те треки, они не сильно громкие. Первые свои слова беру обратно, потому что, ну, достаточная громкость, реально. Ху-ху, да, по рукам. Ну, дает вибрации, прикольно. Саундтрек на радио 7. Алло. Алло, ты тебя слышишь или... Нет, я не специально, это я с блютуз колонки случайно позвонил. А, понятно. Ну, ладно, когда вы... А так нормально меня слышно? Да, нормально. Нормально, ну, хорошо. Я просто случайно нажал на блютуз колонки на вызов, и он набрал последний вызов, который был у меня в телефоне. Ну, понятно. Ну, ладно, давай. Ну, скорее всего. Давай, Синок. Давай. В общем, друзья, как итог, что могу сказать об этой колонке. За свою цену это, ну, просто без всяких сомнений, просто топчик. Я вообще и близко не ожидал, что колонка, которая стоит 2000 рублей, может так звучать. У меня есть бюджетные колонки от более известных брендов, и они и близко не так звучат. Здесь вот хороший, насыщенный, такой сбалансированный звук, которого, в принципе, вполне достаточно по громкости. Колонка выполнена качественно, единственное, что вот эта вот бирочка, ну, говорю, все как есть. Да, вот эта бирочка периодически отклеивается, вот ее можно просто снять. Да, вот и можно использовать без всяких бирочек, такая абсолютно чистая колоночка, но она у вас наверняка оторвется, особенно если вы попадете под дождь, она наверняка отклеится. По ней комфортно можно разговаривать по двусторонней связи, то есть использовать ее как громкую связь. Вроде мелочь, но у нее есть вот этот фонарик, который вам может пригодиться где-то на природе, как вариант, что-то подсветить вполне достаточно. Он не сильно прям такой яркий на 100 метров, но рядом с собой что-то осветить вполне будет достаточно. Но опять же, уехали куда-то далеко за город, у вас не ловит 3G, у вас нету музыки никакого в смартфоне, нету в проигрывателе, включили радио, слушайте радио, радио ловят практически везде. И вот вроде уже все переходит на онлайн-сервисы, на онлайн-прослушивание, при этом часто сталкиваюсь с тем, что просто необходим слот под microSD-карту памяти в колонках, а далеко не во всех колонках он есть. Это прям хорошая вручалка в некоторых ситуациях. Ну и самое главное, по звучанию такого не ожидал, она вполне может удовлетворять многие потребности. Это, конечно, не меломанческая профессиональная колонка, которая вот прям дает этот 3D-эффект, которая просто заполняет огромное пространство музыкой. Это немного другой вариант, но это другая цена. За свою цену это топчик, поэтому я вам ее смело рекомендую, ссылку на нее вы можете найти в описании под видео. Сейчас, если вы смотрите это видео в период распродажи Черной Пятницы на Алиэкспресс, это самое что ни на есть удобное время купить эту колонку. Как раз к праздникам, к Новому году, к Рождеству она может прийти, и вы можете ее, как вариант, подарить себе или своим родным близким. И обязательно перед покупкой воспользуйтесь моими именными промокодами, которые еще сделают вам дополнительную скидку на товары с Алиэкспресс. Ну а я надеюсь, видео было полезно. Для меня будет от лучшей благодарности, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан. Поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях, и вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пустяка, мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока.